Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале анекдоты от А до Я. И с вами я, Владимир Ямненко. Начинаем! К лору заходит пациент, снимает штаны и показывает свое опухшее хозяйство. Доктор, глядя на него, говорит, я прошу прощения, так вам не ко мне. Вам к урологу, а может к проктологу, ну явно не ко мне. Пациент говорит, нет, доктор, к вам. Понимаете, дело в том, что мы каждую субботу ходим в баню. Ну и там играем между мужиками в такую игру. На кон кладем все свои члены, а один забегает с молотком. Он замахивается и бьет по кону со словами «хап!». И кто не успевает, тот, конечно же, получает молотком по члену. Вот и я. Получил молотком по члену. Говорит, ну это явно вам не ко мне. Это вам, скорее всего, к психиатру. Говорит, нет, доктор, к вам. Просто слово «хап!» я не слышу. Киев, подол, объявление. Опытная предсказательница сделает так, чтобы вам улыбнулась фортуна. Мужик заходит и говорит, здравствуйте, вы предсказательница? Говорит, да. И вы точно можете сделать так, чтобы мне улыбнется фортуна? Да, прямо сейчас. Да ладно, я вам говорю. И сколько это стоит? Говорит, сто долларов. Мужик достает сто долларов. Говорит, вот. Она говорит, ага, сто долларов. Фортуна, доченька моя, иди сюда, улыбнись, дядя. В средневековье король уезжает на войну и заказывает для своей жены пояс верности. И вот день настал, надо ему уезжать. Он надел на жену пояс верности, закрыл замок и ключ взял с собой. Войско отошло от замка, и верный слуга обращается к королю и говорит, Ваше Величество, я не знаю, вы своей жене сделали пояс верности, закрыли на ключ. Честно говоря, она же такая страшная, что никто на нее не позарится. Говорит, да я знаю, знаю. Я, когда вернусь, скажу, что ключ потерял. Мужик женился на одной девушке, а дочке крупного-крупного бизнесмена. Ну и свадьба. К нему подходит его друг и говорит, Дружище, честно сказать, я не понимаю, как ты на ней женился? Она же некрасивая, ты к тому же косая и немая. Да говори громче, она же ничего не слышит. Урок географии учительница говорит, Знаешь, Яша, я в твоем возрасте знала название всех стран. На что Яша говорит, ой, Мария Ивановна. В то время их было всего три. Молодой человек взял бутылочку сухого вина, приходит домой и говорит, Дорогая, ты знаешь, что сегодня 16 лет, как мы вместе. Вот взял бутылочку вина, может отметим? Накрой стол, давай посидим. Она говорит, знаешь, дорогой, может ты меня в ресторан пригласишь? Он говорит, ты знаешь, любимая, по-моему, не такая уж круглая дата. Дорогие друзья, многие знают, что машины времени не существует. Но я вам скажу, на нашем канале это возможно. Поэтому для постоянных наших подписчиков давайте окунемся в прошлое. А для новых подписчиков это будет свежо. Поехали. Жена приходит к мужу и говорит, Коля, да, и сядь, я хочу с тобой поговорить. Он присаживается, говорит, ну, слушаю тебя. Говорит, Коля, понимаешь, к нам едет моя мать, надо ее приютить. Ай, ну, сколько ж можно ютить, твою мать? Изя в бессознательном состоянии попал в больницу. Очнувшись, он вышел из палаты. Коридор посмотрел. Вдаль коридор был длинный и темный. Изя на всякий случай проверил свой пульс. Приходит тупой дебил такой к мудрецу и говорит, Здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Говорит, вот скажите, вы мудрый человек. И вот у всех кругом говорят, что надо жениться исключительно на девственнице. И батя мне говорит, и мать мне говорит, что только на девственнице. А я вот Гальку люблю и хочу на ней жениться. Говорит, ну, как вам объяснить, молодой человек? Давайте я на примере. Вот смотрите, одна конфета без обертки. Видите, что это конфета? А вот эта конфета, она в обертке. Вот какую вы выберете конфету? Смотрит, говорит, ну, конечно, вот та, что без обертки. Говорит, а почему? Аргументируйте. Ну, как, ну, тут понятно, это конфета, а там в обертке может дерьмо какое-то быть. Сказал мудрец. Пошел нахер, такую притчу испортил. Прихожу в аптеку. Говорю, здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, баночку для анализов. Они говорят, для каких вам? Для мочи или для кала? Говорю, а какая разница? Говорит, ну, для кала, а не с ложечкой. А что, для мочи с трубочкой, что ли? Дома на карантине сидят с мужем, с женой. И вдруг звонок телефонный. Муж подходит, берет трубку. Жена говорит, ну, кто звонил? Говорит, я так и не понял. Синоптик какой-то, наверное. Это чего ты взял? Ну, говорит, солнышко, ну, как там? Горизонт чист. Страшная катастрофа. Потоп. Все кругом затопило. И маленький такой островок. И на этом острове выбрался зайчик и собачка. И сидят они долго, рассматривают вдаль. Вдаль, все затоплено, все кругом. И вдруг где-то далеко-далеко появляется лодка. Они устремляют свой взгляд на эту лодку. Заяц кричит, ура, мы спасены! Мы спасены! Дед Мазай! И смотрит на собаку. Собака так смотрит. Говорит, не-не. Это не Дед Мазай. Это Херасим. Колян, привет! Привет! Ты куда бежишь? На репетицию хора. Еле отпросился от жены. А что вы там делаете? Ну, как сидим, бухаем там, знаешь, в карты играем. Тюк. А когда же вы песни поете? Ну, когда домой идем. Ну, что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Но вы не расстраивайтесь. Завтра мы с вами обязательно встретимся. Только нажимайте на колокольчик. И не забывайте подписывать своих друзей, родственников, соседей. Сами подпишитесь. И, конечно же, ставьте лайки, делайте свои комментарии. Так что, до встречи!